Девчонки, привет! Вы попали на мой канал, и сегодня я снимаю видео, в котором буду размещать покупочки ежедневок в хранении. Перед началом видео хотела бы вам рассказать, почему же от меня отписалось 150 человек. На моём канале было 1000 подписчиков, на данный момент 844 подписчика, но хочу сказать, почему же это произошло. Во-первых, я не накручивала подписчиков, потому что я понимаю, что если я накручу, от меня отпишутся, да и вообще смысла в этом не вижу, как будто бы мне делать нечего и сидеть накручивать подписчиков. Поэтому с моей стороны этого не было. Но всё же накрутка была. Мне написала девочка в инстаграме, что это она накрутила мне подписчиков, чтобы у меня поскорее была 1000. Но она накрутила 100-150 человек, где-то так, которые от меня в принципе и отписались, эти все 150 человек. Поэтому могу сказать, что я её не особо виню, ей всего лишь 11 лет. Я вставлю всю переписку в видео, можете остановить и почитать, так как мне будет интересно почитать ваше мнение в комментариях по этому поводу. Но давайте упустим этот момент, я вам всё объяснила. Большое количество девочек смотрит меня без подписки. Поэтому, пожалуйста, если ты не подписана на мой канал, подпишись и давайте поскорее добьём эту 1000. Ну и давайте приступим. Я, как обычно, буду размещать всё в свой ящичек. И первые ежедневки, которые я хочу сложить, это вот такие вот Ola Daily с новым дизайном. Я их также вам покажу, потому что многие меня просят показывать в видео, в открытом виде ежедневки и прокладки. Вот так вот выглядит ежедневочка. Я её попробовала. Ну, довольно-таки хорошие ежедневки. Не могу сказать о них ничего плохого, в плане, ну, за свою цену они вообще отличные. Я их покупала за 29 рублей. Минус это то, что клей расположен не по всей поверхности ежедневки, а полосочкой. То есть лучше бы сделали по всей поверхности и ежедневка не скатывалась бы. А так она скатывается. Это не очень комфортно. Их, я думаю, положить вот сюда вот. Далее, которые я хочу взять, это Кефри. В них уже ежедневочки Ola с ромашкой. Я думаю, вы все знаете, как они выглядят. Вот так вот. Они хорошие и мне нравятся. Единственное, опять же, клей расположен не по всей поверхности, ежедневки скатываются. Это такой минус. Следующий это Discrete Deo Spring Breeze, то есть с ароматом весеннего бриза. В упаковке 20 штучек. Ежедневочки мне очень нравятся. Да и вообще фирма Discrete хорошая. Вот так вот выглядят ежедневочки. Приятный такой нежный дизайн. Также прикольный аромат. У меня были точно такие же, только с водяной лилией. Вот такие вот. Но, если честно, мне нравится аромат больше водяной лилии, чем весеннего бриза. Bella Foutine Spanty Sensitive на одну капельку с мягкой поверхностью. В упаковке 20 штук. Также в линеечке есть Energy и Relax. Energy с ароматом экзотических фруктов, а Relax с ароматом зеленого чая. Я же взяла без аромата, потому что мне так захотелось. Вот такие вот ежедневочки. С милым дизайном девчачьим. Очень хорошие. Могу вам их всем посоветовать. Ола нежная лилия в новом дизайне. В упаковке также 20 штук на одну капельку. Ежедневки изменили. Дизайн, также форму ежедневки. Очень красивые. Мне они понравились. Я их уже попробовала. Очень классные. Поэтому могу вам их 100% посоветовать. Также приятный аромат. Я поняла, что у меня не поместится вот эта вот упаковочка из Bella Foutine Spanty Relax. Пустая. Я в ней буду собирать ежедневки на неделю. И поэтому я сейчас хочу чуть-чуть изменить хранение и поменять расположение ежедневок. Эти мы вытаскиваем. Олу вот сюда вот. Беллу также сюда. И теперь у нас помещается вот эта вот коробочка из Bella Foutine Spanty Relax. Также у нас остались Kotex Active на одну капельку. В упаковке 20 штук. В старом дизайне. Я думала, что они в новом дизайне. Но потом поняла, что в старом. Вот такие вот красивые индивидуальные упаковочки. И вот так вот выглядит ежедневочка. Также с ароматом. Очень приятный. Он не особо выраженный. Поэтому вы его практически не почувствуете. Но, если честно, мне нравится больше старый дизайн ежедневок, нежели новый. Kotex Active я помещу сюда. Вот ящичек все равно будет закрываться. Поэтому все отлично. Ну а на этом было все. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайки и писать комментарии. Всем пока-пока. Пока-пока.